Привет, я Катя Ман и это канал Предприниматели Взлет. Сегодня я расскажу вам о предназначении кистей, как их обрабатывать и сколько их нужно вообще для макияжа. В этом мне поможет Соня, оставайтесь с нами. В разнообразии кистей можно заблудиться. Давайте я вам все-таки расскажу, какие нужны основные для того, чтобы вы лишний раз не тратили свои деньги. Итак, обязательно нужно иметь кисть для румян. Первая по значению кисть, кисть для пудры обязательно должна иметь. Кисть для нанесения теней и растушевки. Кисть для бровей, она нужна не ежедневно, она нужна для того, чтобы скорректировать форму бровей. Кисть для губ, можно сделать ее контейнер, вот такой взять. То есть она совмещает в себе кисть для нанесения теней, кисть для бровей и кисть для губ. И кисть для нанесения тонального средства, я ее очень люблю и она безупречно накладывает тональную основу. Как вы видите, остальные кисти, а это уже лишнее, это для нанесения масок, для того, чтобы рубить пудру и для того, чтобы смахивать остатки теней. Если вы хотите все иметь кисти, конечно же, знайте о том, что некоторые будут у вас бездействовать в вашем футляре. И еще я хотела бы сказать, как за ними все-таки ухаживать. Берем самое обычное средство, хлорексидин. Берем на ватный тампон, наносим это средство и протираем каждую кисточку отдельно. Есть кисти, которые очень густые и набивные. Их я, например, замачиваю в кипятке с очищающим средством. Все тональное средство уходит изнутри и кисть выглядит как новая.